Ну а всю текущую прошлую неделю в Якутске выявляли лучших специалистов в области сферы услуг. Речь идет об отборочных соревнованиях по компетенциям WorldSkills Russia. Отбор проходил по всей стране, провести его доверили семи регионам. Помимо Якутска, это Казань, Ульяновск, Москва и другие. Всего в отборочном этапе участвовало 3000 человек, но это по всей стране. В Якутске же прошел самый масштабный отбор, треть от общего числа. В столицу республики приехали конкурсанты из более чем 80 регионов страны. Все это время мы следили за ходом соревнований. О том, как это было, расскажет Юрий Осипов. В Якутии была проведена огромная работа по подготовке к этим соревнованиям. Специально для проведения этого масштабного мероприятия на 2000 квадратных метров было построено 14 рабочих площадок для каждой из компетенций, на которых и прошли основные соревнования. На их создание ушло около 2500 листов фанеры. Для этих рабочих площадок в зале спортивного комплекса «Дохсун» с нуля было проложено более 4 километров коммуникаций. Это более 2 километров труб и столько же кабелей. Помимо площадок было закуплено все необходимое оборудование. Достаточно места, все присутствует необходимое, все в соответствии с инфраструктурным листом. То есть достаточно, вернее, абсолютно все продукты, заявленные в нужном количестве, нет вопросов. То есть мы работаем очень хорошо, нам здесь нравится все. Отбор в Якутске прошел по блоку «Сфера услуг». В него вошли 16 компетенций. Это ресторанный сервис, поварское дело, дизайн интерьера, предпринимательство и многие другие. Очень многие с ростом благосостояния, очень много людей обращают внимание не только на качество продукции, но и на качество тех услуг, которые им сопутствуют. И вот такие соревнования, как сейчас проходят в Якутске, являются основой для того, чтобы в нашей экономике был качественный сервис мирового и даже лучше, чем мирового уровня. По словам организаторов, блок «Сфера услуг» – один из тех, в котором Якутия является лидером. Эта сфера в регионе является одной из базовых. И укрепив лидерские позиции в области предоставления услуг, Якутия может стать кузницей кадров для других регионов. Самое главное, мы считаем, что останется наследство от этого чемпионата. Это хорошо подготовленные эксперты национального уровня. Это оборудование, которое мы приобретаем и которое мы усовершенствуем. И, конечно же, самое главное, что мы считаем, что местное производство от этого значительно выиграет, поскольку пройдут профессионалы в эту сферу. То есть будут появляться новые рабочие места. Участники этих соревнований – это победители региональных этапов. Эти ребята уже показали свои навыки и мастерство. Алишер Нуров – студент третьего курса Якутского медколледжа – один из них. Ну а в плане того, что мы делаем, это все то же самое. Все, что мы проходили, мы здесь делаем. Все, что мы знаем, мы это показываем. Многие из участников выступают уже не первый год и уже становились призерами. Лена Ефимова – студентка третьего курса Якутского медколледжа. Уже выступала на соревнованиях в Хабаровске. Именно учителя и воспитатели воспитывают наше будущее поколение детей. То есть воспитатели закладывают зерно в детях, а мы, учителя, уже начинаем его развивать, чтобы потом выросли порядочные граждане нашей страны. Но не все участники проходили региональный отбор. В частности, конкурсантка из Татарстана – Назира Мутовалова. Она прошла на отборочные соревнования вне конкурса. Это связано с тем, что Республика Татарстан впервые принимает участие в компетенции дизайн интерьера. Девочка амбициозная. Когда я выбирала участника, с кем поехать, сама изъявила желание знать свои ошибки, может сделать какие-то свои выводы, идет напролом, иногда и не слушает. И то, что она исполняет, получается очень неудачно. Наряду с конкурсантами на соревнования приехали их наставники. У каждого участника есть прикрепленный к нему компатриот. Это тренер, наставник, психолог и все это в одном лице. Им может быть преподаватель образовательного учреждения или представитель работодателей. Это человек, который занимается подготовкой участника на всех стадиях. Площадки, они как тренеры, а есть еще и сопровождение во время чемпионата. Это и психологическая подготовка. Тренер, эксперт, компатриот – это не только тренер, это психолог, это мотиватор, это человек, который сопровождает его всегда во время отборочных соревнований. Компатриоты делят с участниками все их переживания и волнения, но при этом их задача – суметь успокоить своих подопечных. Илюза Зарипова из Республики Башкортостан сама на протяжении нескольких лет принимала участие на соревнованиях WorldSkills в компетенции «Парикмахерское дело» и в этот раз выступает как наставник. Она готовила свою участницу в течение года. Конечно же, и эксперты, и участники, они все волнуются. Мы понимаем, насколько важен результат. По итогам соревнований с каждой компетенцией будет отобрано от 8 до 10 участников. У студентов будет сформироваться национальная сборная, которая будет участвовать в чемпионате мира, в чемпионате Европы. Но самое главное, через такие отборочные чемпионаты, и вообще чемпионат WorldSkills, осуществляется проверка методик подготовки. Сейчас соревнования подошли к концу, опустили площадки. Многие из участников уже уехали домой. Но итоги соревнований еще не подведены. Впереди сложная система подсчета баллов, набранных участниками. И только после этого станет известно, кто из них примет участие в национальном финале, который пройдет в этом году в Краснодаре. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Иван Семенов, Георгий Григорьев, Евгений Лугинов, Якутия. День за днем.